Давайте продолжим нашу лекцию о вариационном исчислении и уравнениях Лагранжа. Напомню, что мы с вами сформулировали определение, что такое дифференцируемый функционал, что такое дифференциал или вариация функционала и вариация кривой. А также мы с вами определили такие понятия, как вид общий нашего дифференциала и дали определение экстремали. Наконец, используя одну из лем вариационного исчисления, а именно, что если у нас любая вариация семейства функции h проходит через точки с закрепленными границами, то есть тогда у нас вариация в этих точках равна нулю, мы говорим с вами, что при этих условиях, если экстремаль достигается на некой кривой гамма, то есть при любом возмущении, при любой вариации h этой кривой у нас при этом дифференциал функционала дифференцируемый равен нулю, то при этом мы с вами говорили, что необходимым достаточным условием экстремали является выполнение уравнений Лагранжа или Лагранжа. Итак, заголовок уравнения Лагранжа и дадим с вами определение. Определение уравнения уравнения ДПДТ ДЛПДХ точкой минус ДЛПДХ равняется нулю, называется уравнений Лагранжа для функционала f f от гамма напоминаю, что функция L, функция трехпеременная дважды непрерывно дифференцируемая, гамма кривая, которая проходит через фиксированные точки. Нет, нам не нужно. То есть мы берем из пространства кривых, проходящих через Т0 и Т1 соответствующее значение х от Т0 и х от Т1 и из пространства таких гамм мы выбираем аргумент нашего функционала, больше ничего не нужно. Теперь давайте мы обобщим введенные нами с вами понятия для простейшего случая, когда у нас функционал зависел, ну и кривая была просто на плоскости Т и х, давайте обобщим на случай многомерной. Тогда, естественно, у нас по-прежнему будет пространство кривых, которые будут проходить через фиксированные точки. L у нас уже будет функция от большего числа переменных, но опять нужно число раздифференцированное. И тем не менее, экстремаль будет достигаться в случае, когда у нас выполняется система уравнений Эллера-Лагранжа или просто уравнение Эллера-Лагранжа. Тогда мы имеем, пусть у нас х принадлежит РН и гамма тогда кривая, состоящая из ТХ таких, что у нас х равняется х от Т при Т, лежащем от Т0 до Т1. И это у нас кривая в Н плюс А1 в нервном пространстве, прямое произведение РН. А функция РН, это у нас отображение РН, прямое РН на Р, ВР. Функция 2Н плюс 1 аргументов, ну и, конечно, дважды дифференцируем по каждому из них. Тогда, аналогично нашему случаю для кривой на плоскости, мы имеем теорему, которая нам говорит о том, когда достигается экстремальный наш функционал или доставляется. чтобы кривая гамма была экстремальный функционал. на пространстве кривых всех х от Т соединяющих две точки х от Т0 нулевое ну фактически Т0 Х0 и Т1 Х1 необходимое достаточно выполнение вдоль гамма уравнение уравнение Илера-Лагранжа ну ну естественно здесь надо понимать что дифференцирование вот здесь по векторному аргументу дает нам просто n уравнений второго порядка каждое ну ну то есть если подробно записать то это d по dt dl по dx ну dx с точкой минус l по dx 1 равняется 0 и так далее так мы n раз можем сделать так и того это у нас система n уравнений в общем случае да второго порядка ну которые общее решение которых зависит от 2n констант которые определяются естественно из дополнительных условий так называемая задача с закрепленными границами ну и конечно здесь есть особенности я не знаю так сказать вы уже в ариционное исчисление где-то если почитывали и прочее то существует такое понятие как кинетические фокусы там где у нас более чем одна экстремаль две точки с закрепленными краями соединяются ну и более того существуют ситуации достаточно простые это вам в качестве домашнего задания пойдет когда у нас существует точки в которой ни одно экстремаль не идет из какой-то фиксированной поэтому здесь конечно ситуация более сложная поэтому мы вот здесь как раз с вами замечания имеем их три штуки ну первое это конечно существуют точки так называемые сопряженные кинетические фокусы для которых экстремалий для которых экстремалий для которых экстремалий может быть больше чем одна если мы возьмем одну точечку закрепим что такое кинетический фокус мы можем выпустить точки из задач каши но мы их можем выпустить очень много потому что у нас фиксирован только n штук констант то есть мы можем варьировать наш начальный вектор скорости так сейчас я скажу сразу хорошо тогда мы выпускаем кривые которые являются решениями уравнение лагранжа вот мы можем идти и идти и идти по какой-то точечке и вдруг встретить ту точку в которой на самом то деле у нас может быть экстремаль не единственно их может быть бесконечно много такая точка называется сопряженным кинетическим фокусом она сопряжена вот этой точечке и это некая особая точка для задач эволюционного вычисления разрешения этих особенностей это отдельная очень неприятная такая задача которая не всегда очень просто решается я только вот об этом какой вопрос? чисто на сфере взять противоположные то есть у вас как раз будет туда экстремалий сколько хотите конечно экстремалий что что? то есть с каждой точкой именно которыми можно подключить да 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 когда у вас не единственность экстремалий существуют точки в которых отсутствует экстремаль для которых давайте для которых экстремаль не существует ну и наконец еще одно менее очевидное свойство вот если мы рассмотрим с вами гамма которая для нас экстремаль в какой-то системе координат то мы в принципе готовы должны быть к тому что так как это вообще-то геометрическое некое свойство да и такое бескоординатное можно ее определить то мы ну например давайте так через две точки в евклидовом пространстве прямая проходящая будет как раз экстремаль функционала длины тогда если мы возьмем и запишем не декартовым образом а например на плоскости введем полярные координаты ясно что у нас будет и функционал другой то есть у нас там корень этот который выражает в полярных координатах длину элементарной дуги будет другой верно и тогда если мы продифференцируем соответствующих ядро для того чтобы уравнение или для них написать они тоже могут иметь другой вид но при этом естественно полярные координаты или декартовые не зависит от экстремальности прямой проходящий через две точки в плоском пространстве правильно поэтому вот фактически ну конечно это надо строго доказывать но просто на этом потратим очень большое количество времени если хотите то можно к этому доказательству вернуться в любом курсе вариационного исчисления а именно свойства гамма быть экстремали не зависит от выбора системы координат ну конечно же в каких-то пределах каш есть координаты плохие мы испортить то мы можем конечно во первых сами координаты могут там не очень да какой нибудь замена замена не очень гладкой тогда мы просто не то чтобы требоваться будут дополнительные усилия для того чтобы все правильно там аналитически определить ну а для чтобы это вот формально мы же не можем написать нормально так сказать то что мы если мы систему координат мы считаем что функции которые там независимы все хорошо это и и конечно там к этим криволинейным линиям которые являются координатными линиями в этой системе координат естественно касательно вектора составляют базис там в касательном пространстве ну чтобы нам можно было вообще там право гранжиана дальше говорить если это выполняется то тогда вот это независимости достаточно то есть тогда не зависит экстремально от выбора системы координат если все хорошо достаточно гладко то тогда любые системы координат приводят геометрические постановки конечно экстремали ну то есть как мы ее параметризуем это не важно об этом разговор нам это потребуется ну то есть что значит не не зависит мы давайте поясним разным системам координат соответствует конечно разные уравнения для гамма и конечно разные дифференциальные уравнения элера лагранжа ну то есть мы с вами на семинаре на предыдущем для случая декартовой системы координат и соответствующим выражений для l который являлся элементом длины дуги мы даже получили как прямые являются экстремальными этого функционала как решение сад общее уравнение элера лагранжа в качестве домашнего я предложу вам написать дифференциальное уравнение на плоскости для полярного задания вы увидите что они уже не очень простые хорошо перейдем к уравнением лагранжа значит вторым вопросом сегодняшнем сегодняшней лекции который является продолжение вчерашнего служит уравнение лагранжа давайте для того чтобы убедиться что мы экстремалию некоторого функционала имеем уравнение ньютона которое мы уже с вами внутренне считаем некими правильными уравнениями движения до которые удовлетворяют соответствующей инвариантности относительно группы галилея мы до этого с вами получили то есть если мы все вот это развиваем не зря то если мы правильно сформулируем вариационную задачу то экстремалию соответствующего функционала должны быть известные нам уравнение из первого раздела из ньютоновой механики правда и мы давайте эту в этом убедимся то есть давайте вспомним вспомним что для консервативной системы мы с вами имели который состоит из н частиц что производное количество движения есть минус градиент от нашего потенциала потенциальной энергии таких у нас уравнений н штук и теперь мы должны ну давайте это вот цифра к 1 обозначим по 3 давайте мы убедимся что если мы уравнение элера лагранжа для запишем для функции лагранжа который является соответствующим образом определенной функции у нас получается нужное нам уравнение если это так то значит мы формулируя задачу вариационно автоматически правильно уравнение движения получаем то к чему мы собственно стремимся потом во всех высших отделах когда мы не знаем как уравнение движения писать так как это делал ньютон да 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 то есть мы заранее говорим пускай вспомним что у потенциальной системы мы имеем уравнение движения тогда теорема движение механической системы 1 движение механической системы 1 совпадает с экстремалию функционала фи от гамма от т0 до т1 л дт где л это есть разница кинетической потенциальной энергии этой системы давайте тогда что сделаем приведем нужное рассуждение так как у нас потенциальная система у является только функцией вот r от наших координат позиционных а кинетическая энергия является суммой кинетических энергий наших частиц и омытая и орытая с точки в квадрате пополам ну и тогда что мы делаем мы помним что у нас экстремали этому функционалу доставляется уравнение эллира лагранжа поэтому так как у нас l есть t минус у то мы можем вы извините я просто в каких-то местах вот такой хвостик пишу в какой-то вот такой это одно и то же r где-то r и т с точкой конечно а вот здесь и рытое без точки просто д и и тогда что мы делаем с вами давайте прежде всего вычислим d l по d q и т да ну давайте по d r и т с точкой ну и мы видим с вами что так как у у нас от r с точками не зависит то это производная дает 0 это просто dt по d и рытое с точкой ну а конечно эту сумму мы моментально дифференцируем получаем m и t и рытое с точкой в силу того что у нас потенциальная система она у нас зависит только от позиционных координат это мы в первом разделе подробно рассмотрели тогда если мы вот по и рытое с точкой дифференцируем здесь же нет таких перемен это 0 и конечно d l по d и рытое это есть ну в силу того что у нас потенциальная энергия с минусом входит минус d у по d и рытое ну и естественно как только мы это собираем в уравнении лагранжа мы получаем экстремальт которая совпадает вот с уравнением 1 отсвечивает да на этой доске давайте прочитаю чтобы было понятно значит у это функция от r t это сумма и мы т и рытое с точкой в квадрате пополам а функция лагранжа это разница между кинетической потенциальной тогда так как мы с вами экстремалии функционала по теореме доказаны выше считаем решение уравнение элера лагранжа то мы должны написать что это такое мы тут же просто в начале d l по d и рытое с точкой дифференцируем так как у не зависит то это d t по d и рытое с точкой это просто и мы т и рытое с точкой и как только мы берем полную производную по времени мы получаем первое слагаемое в уравнении 1 а дальше вспоминаем что d l по d рытое которое с минусом входит в уравнение элера лагранжа это у нас так как в l у входит с минусом то это минус d у по d рытое ну собираем получаем второе слагаемое все итак мы имеем следствие которое следующим образом звучит пусть у нас введены так как у нас рассматривается система n точек 3 n обобщенных координат q qi то есть это любая система координат в пространстве система n точек в пространстве системы n материальных точек тогда изменение q от t подчиняется уравнению элера лагранжа которая уже привычный нам теперь вид где л т минус у рассуждение которое доказывает очень простое но опирающиеся на замечание 3 по предыдущей теореме согласно предыдущей теореме у нас экстремаль функционала это уравнение фактически элера лагранжа который мы хотим и остается только вот это замечание применить так как экстремальность не зависит от выбора системы координат то тогда если мы выбираем обобщенные координаты разумным образом то мы соответствующий экстремаль функционала по-прежнему получаем а уравнение в этих координатах будет вот таким а почему нет почему как сами гамма в этих координатах ну то есть экстремаль который будет л поменяется с точностью замены переменных и уравнение элера лагранжа поменяются сейчас секундочку значит раз мы с вами говорим про систему n материальных точек то по доказанной теореме у нас экстремаль доставляет именно вот такое функционал l dt когда l разность t минус у вот мы убедились что мы приводим к тем же системе уравнений что и обычное рассуждение ньютона теперь мы просто осталось нам сказать ну так как наша экстремальность не зависит от выбора системы координат то тогда мы и так можем в силу независимости экстремальности от выбора системы координат получаем утверждение мы с вами говорили что нужно для того чтобы замечание 3 строго обосновать ну нужно просто вспомнить что тут у нас конечно мы l t минус у естественно заранее говорим что оно есть t минус у но теперь для того чтобы нам в новой системе координат рассуждать нам нужно просто что сделать взять и вот в этом интеграле перейти к новым переменным которые будут функциями старых естественно не больше не меньше да ну если вам это если вам это соответственно очевидно то ничего доказать не надо вообще если строгое рассуждение в координатной форме надо представить то тогда конечно нужно просто понять что определено корректно экстремальность что независимо от того какие мы координаты введем у нас во первых это будет если один раз существует то есть что всегда будет и будут одни и те же гамма да нет смотрите то что уравнение движения для частиц мы конечно же здесь говорили что это вот именно такие что система потенциально lt минус у и тогда для экстремали функционала мы получаем то что у нас совпадает динамическим уравнением ньютона конечно 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 что экстремаль это у нас функция дифференциал зануляющий это естественно мы там никак не опирались на выбор абсолютно верно конечно хорошо ну и давайте используем много где в механической литературе и нами будет в задачах использоваться введем определение которое все-таки в механике присущи ну то есть нужное нам определение мы сюда же отнесем я просто их перечислю по сути своей это как бы словарик такой в механике из вариационного исчисления все введенные нами с вами понятия имеют специальные свои названия то есть l функция от q с точкой t равна t минус у это у нас функция лагранжа называется система функция лагранжа или лагранжан системы или лагранжан системы далее q это набор это обобщенные координаты q и т с точкой обобщенные скорости п и т давайте мы их так вначале определим dl по д q и т с точкой п и т это обобщенные импульсы еще когда речь идет о конкретном куитом то говорят что по и т обобщенный импульс сопряженный куитом вообще на координате поэтому куитом ну и наконец дл по д q и т просто без точки еще иногда ку большую это обозначает это обобщенная сила обобщенную сила наконец мы долго с вами использовали этот интеграл ну теперь вот от t нулевое до t1 от функции лагранжа вот такой функционал называется функционалом действия функционал действия или просто действия системы ну и наконец наш с вами уравнение для экстремали которые в вариационном исчислении обычно называли мы уравнение миллера лагранжа в механике просто называются уравнениями лагранжа ну и последнее это то к чему мы соответственно на предыдущем семинаре пришли оказывается что предыдущие теорема теорема которая говорила нам о том когда у нас экстремаль функционал достигается называется принципом наименьшего действия по гамильтону теорема а и следствие ну вообще теорем конечно это принцип наименьшего действия в форме гамильтона в форме гамильтона в форме гамильтона или гамильтона если угодно то есть дело действует так чтобы быть экстремалью лагранжа быть экстремалью функционала действия а уравнение лагранжа являются экстремальными функционала действия единственное вот наименьшее здесь слово смущает но надо просто при этом понимать что у нас часто это действие не просто экстремально а и минимально ну то есть если кинетический фокус не встречается то тогда это строгий минимум частенько то есть наименьший так как ну то есть можно так сказать тут примечание что ли да так как часто экстремум это минимум наконец давайте мы перед тем как выводить уравнение гамильтона единственное введем обобщение закона сохранения кинетического момента закона сохранения кинетического момента Для этого мы определим координату, так называемую циклическую. Координата куитая называется циклической. Я, как обычно, подчеркиваю вводимое понятие, если она не входит в функцию Лагранжа. То есть, когда частная производная ДЛ по Д куитой равняется нужду. Ну и мы немедленно получаем теорему, которая является обобщением закона сохранения кинетического момента, потому что циклическая координата, ну в каком-то случае, если, например, она угловая, то тогда она как раз сопряжена к соответствующему импульсу обобщенному, который будет кинетическим моментом. Ну а когда куитая какая-то, мы заранее не знаем, что это у нас за импульс. Обобщенный импульс, это обобщение как раз нашей теоремы, обобщенный импульс ПИТ, соответствующий циклической координате, сохраняется. Это, наверное, было бы слишком ловко, если бы... Да, конечно. А почему циклическая не занимается? Циклическая, потому что, в принципе, это, как говорится, впервые, наверное, опубликовано было при исследовании небесно-механических задач, где у нас был угол, от которого ничего не зависело, он был циклический. И тогда очень легко, что там сделать? Из уравнений Лагранжа моментально следует, что у нас ДПИТ по ДТ, ну ПИТ, ДЛ по ДКУИТ с точкой, равняется ДЛ по ДКУИТ, а это ноль по условию теоремы, доказали. Рассмотрим некоторое математическое рассуждение, которое часто встречается как в самой математике, так и в задачах математических моделей, которые в математической физике, в теоретической физике, а именно переход между пространством векторным и двойственным. И вот одним из способов, часто используемого в механике, называется преобразование Лежандра. То есть мы рассматриваем функцию, которая является элементом векторного пространства, переходим к некому спряженному пространству. Давайте определение дадим. То есть у нас раздел определения. Во-первых, пусть у нас существует некая функция f от x, которая выпуклая. То есть f2' от x больше нуля. Тогда преобразованием Лежандра функции f называется новая функция g нового переменного p, строящаяся следующим образом. построим график функции y равняется f от x на плоскости x, y. Пусть дано, и мы его пока фиксируем, число p. Рассмотрим уравнение y равняется p от x. Вспомогательное. Возьмем точку x, которая является функцией от числа p, в которой кривая дальше всего, ну то есть функцией, которая кривая является графиком функции, конечно, от прямой y по x по вертикали. и здесь я соответствующую картинку нарисую. Дальше у нас здесь x от p некая есть, и у нас есть вот это расстояние j в p. Можно? Да? Вот смотрите, наш формат имеется в виду дальше на некоторых границах от первой точки пересечения от второй, так как значимая бесконечность? Да, 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 да. Да, конечно. Конечно, у нас не при любых p это все имеет место быть, конечно, и не при любых f от x, но если это пересечение есть, то так как функция выпуклая, то у нас точка даже единственная, поэтому все хорошо. То есть вот это у нас график f от x, а вот эта прямая y равняется px. Тогда функция... Давайте вот здесь продолжим. Функция... Ну, то есть вот здесь я могу сослаться на рисунок, который у нас здесь есть, да? Рисунок у нас, по-моему, в этой лекции было два рисунка, ну, суть по моей внутренней нумерации. И тогда функция px минус f от x, которая является функцией f большое от x и p, да, в общем случае. имеет максимум в точке x от p. Ну, тогда мы что делаем? Ну, при фиксированном, конечно. Тогда вот эта функция g от p, которую мы стремимся определить, да, преобразованием ли жанра являющимся. Это у нас функция от f, которая мы p в качестве аргумента p, я здесь функции x и p. Ну, давайте я так вот напишу, как у меня оба значения. Ну, а x по p у нас определяется, как точка, в которой экстремум. То есть это только функция p. Если мы вот g от p таким образом определим, то называется она преобразованием ли жанра функции f. Ну, и давайте x от p экстремум, поэтому df по dx должно равняться 0. Ну, и если мы продифференцируем при фиксированном p по x, нашу f большое, мы найдем тут же, что отсюда f' от x должно равняться p. Вот такое у нас условие экстремальности. Если у нас функция выпуклая, то значит мы можем обратить, то есть x от p разрешить, подставить вот сюда, получим g от p. То есть вот такой наш план действий. Хорошо. Так как у нас f от x выпукло, то x от p единство. Если существует, конечно. Давайте приведем примеры, чтобы почувствовать хотя бы, что это за функции преобразования ли жанра. Возьмем в качестве примеров нашу функцию f от x просто квадратичной параболой. Тогда немедленно f от xp мы получаем с вами xp минус x в квадрате. Дифференцируем. Это px? Да, давайте px, px. Хорошо. xp минус x в квадрате. Дальше, как только мы это продифференцируем, мы, конечно же, найдем, что у нас x от p равняется p пополам. Ну и подставляя, мы получим с вами g от p равняется p пополам в квадрате минус p в квадрате на 4 будет p в квадрате делимом на 4. Это преобразование ли жанра в этом случае. Ну и второй пример рассмотрим. Давайте мы функцию f от x потом нам потребуется это свойство x в степени альфа деленное на альфа такого вида рассмотрим. Тогда мы давайте найдем преобразование ли жанра от такой функции. f от px это у нас x на p минус x в степени альфа на альфа. Из условий экстремальности мы с вами что имеем? x в степени альфа без единицы равняется p. Нам, конечно же, чтобы x от p выразить, мы должны обратить это у нас p в степени единицы на альфа минус 1. И дальше мы подставляем вот в эту функцию и получаем, что ж от p это у нас x в степени альфа простите, p так альфа на альфа минус 1 минус единица на альфа на p в степени альфа на альфа минус 1. и получаем альфа минус 1 на альфа на p в степени альфа на альфа минус 1. Вот так вроде как. мы должны подставить x от p вот сюда получаем ж от p альфа мы расстояние между f от x и прямой xp поэтому все честно дифференцируем получаем минимум x через p выражаем подставляем получаем и давайте вот такую вот такое обозначение введем альфа минус 1 ну это просто чаще используем обозначим как бета и тогда единица на бета это единица единица на бета минус единица на альфа правда? или там единица на бета плюс единица на альфа равно 1 вот такое условие в итоге при этих обозначениях тогда ж от p будет x в степени ой p простите в степени бета деленное на бета то есть если мы вот в p показатель заменим через бета получим вот такую конструкцию то есть ну конечно же тут ограничение что альфа больше единицы бета больше единицы хорошо почему больше звуки? да не вроде нормально хорошо рассмотрим свойство которое нам будет очень важно преобразование Лежандра оно называется инвалютивностью а именно мы можем если мы ввели с вами по функции f от x ее преобразование Лежандра g от p то если все хорошо то мы можем по g от p ввести обратную функцию то есть еще раз преобразование Лежандра осуществить и если оно перейдет в свое ну в ту же функцию прообразом которой g от p было да образом g от p при преобразовании Лежандра то тогда это будет инвалютивностью и так свойства инвалютивности инвалютивность преобразования Лежандра пусть функция нужное число раздифференцируема и выпукло конечно это можно доказать строго что преобразование Лежандра в выпуклые функции сопоставляет вновь выпуклую функцию просто переменной p двойственной поэтому снова мы можем применить преобразование Лежандра и тогда применяя второй раз мы вновь получаем функцию Лежандра мы получаем исходную функцию f от x мы конечно же не знаем та же функция или нет вот для этого мы с вами докажем теорем преобразование Лежандра инвалютивно то есть квадрат тождественного то есть квадрат его равен тождественному преобразованию давайте давайте мы вот здесь чтобы не смущать какой-то f стильды поставим то есть если f под действием преобразования Лежандра перейдет в g тоже под действием еще одного преобразования Лежандра вновь перейдет в f для доказательства давайте мы считать что у нас g от p это преобразование Лежандра исходной функции f ну и тогда совершим еще раз подвергнем g от p вновь преобразование Лежандра ну просто по определению то есть что мы должны сделать рассмотрим новое независимое переменное независимое переменное и обозначим ее x не будем оригинальны составим функцию g от xp ну то есть теперь зависит от старой переменной еще некой новой которую мы ввели просто и назвали ее x опять мы соответственно должны что сделать x умножить на p наш с вами линейную функцию и вычитаем отсюда теперь g от p как образ для преобразования для прообраз преобразования для жанра и мы не должны ну вот теперь для этой функции мы должны потребовать условия ну какие найти надо p от x такую что ну то есть точку в которой g имеет максимум при вновь преобразованием лежандра же знаем да 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 мы сейчас этим и будем пользоваться преобразование лежандра лежандра мы вначале как словами проговорили будет функции x равная вот это вот функции g от x и p от x конечно где p от x соответствует вот этому максимуму докажем что g от x p функции x есть вновь f от x заметим что g от x p имеет простой геометрический смысл это у нас ордината касательной ордината вертикальная то есть мы ссылаемся на ту же картинку давайте я ее преждевременно стер вот здесь я воспроизведу функция f вот у нас с вами есть x x p и наш с вами что-то она у меня как-то стала менее выпуклая давайте давайте вот так сделаем прямая через 0 прямая через 0 ну у вас эта картинка есть просто мне чтобы соответственно к ней апеллировать лучше ее еще раз воспроизвести итак у нас с вами значение вот этой функции это ордината касательной графику функции f от x имеющий наклон p ну при абсцессе x конечно нет касательной вот смотрите мы можем здесь параллельно вот этой вот провести касательную в этой точке и у нее будет ордината вот то есть вот минус почему почему xp минус g от p будет вот ордината точки касательной смотрите зафиксировали p наклон секущая вот мы с вами вспоминаем что вот это было максимальное расстояние и таким образом мы определились с вами g от p как расстояние между секущей и соответственно кривой f от x теперь наоборот мы говорим давайте p у нас будет абсцисса ну только на другой в других координатах то есть у нас g от p должна быть функция так ведь еще раз это ордината касательной графику f от x вот у нас f от x проводим параллельно нашей секущей y равняется px касательную с наклоном p тогда у нас есть вот сама это px это первая слагаемая в верхней строчке минус g от p вот оно сейчас сейчас вот смотрим да видим вот у нас px в этой точке первая слагаемая минус g от p и мы получаем с вами ординату касательную ну а почему нет касательная в этой точке она совпадает с точкой графика с точкой графика да 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 конечно просто геометр ну вот да конечно ну вот все написано ну слава богу ну желательно на самом деле чтобы мы это каким образом потом переваривали иначе мы не будем успевать ну то есть при фиксированном p g от p ну давайте так действительно длительное при pfx у нас g xp линейная функция от x фиксируем фиксируем ну чтобы слов меньше писать и dg по dx равняется p вроде 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 все логично ну то есть вот дифференцируем ничуть ну и при x от p имеем наклон такой же p и g от xp равняется xp минус g от p и давайте g от p вот из того определения подставим это есть xp минус px минус f от x просто это x ну и второе интересное наблюдение которое нам дает возможность следствие сформулировать я заранее картиночку себе заготовлю y x f от x и некую точку x0 потом я проведу в ней касательную что-то как-то плохо она у меня получилась но вот так вроде лучше и я проведу еще несколько касательных вот здесь раз два три сейчас будет понятно зафиксируем x0 и будем менять p ну то есть наклон тогда значения g от xp будут ординатами точка пересечения различных различных касательных с наклонами пэда и кривой ну и прямой x равняется x нулевой с касательной с касательной графикой f от x и вертикальной прямой x равняется x0 ну то есть вот мы x0 зафиксировали какая-то прямая у нас получилась p меняем и у нас касательные графику будут отсекать на этой вертикальной прямой разные отрезки ясно что x0 будет максимально потому что у нас из-за выпуклости функции f от x все касательные проходят так что они пересекают прямую x равняется x0 ниже чем точка касания из-за выпуклости f от x следует что все касательные пересекают вертикальную прямую лежат ниже давайте так все касательные лежат ниже кривой f от x y равняется f от x ну и имеет разные наклон p имея при этом разные наклон p вот у нас ссылка на рисунок 4 ну и поэтому g от x p будет максимально в точке x0 и равен f от x то есть достигается максимум давайте я на этой доске все-таки продолжу чтобы не стирать а потому g от x p имеет максимум в точке x от p0 и равен f от x при p равен p от x0 равняется f от x0 это заканчивает рассуждение неравенство неравенство юнга оно часто достаточно используется при различных рассуждениях ну и по определению функции f и g являющимися являющиеся преобразованиями ли жанра друг друга называются двойственными по юнгу ну и по определению преобразования ли жанра одно забавное неравенство f от x p давайте px как у нас уже было это у нас p на x минус f от x ну и меньше либо равно чем g от p ну потому что g от p по определению максимум правда отсюда мы получаем с вами неравенство юнга для любых xp функции двойственные по юнгу удовлетворяют неравенству g от p плюс f от x рассмотрим случай многих переменных оказывается что при этом преобразование ли жанра точно так же осуществляется и точно так же приводит к некой двойственной функции но надо определить все это пусть f от x это у нас выпуклая функция векторного аргумента который задает нам координат на нашем конфиграционном пространстве и тогда квадратичная форма ну это в силу выпукленности конечно d2f по dx дважды на x dx dx положительно определенно квадратичная форма d2f по dx дважды dx ну то есть это у нас фактически матрица вторых производных помноженная на два вектора тут вот скалярное произведение вот здесь ну то есть можно вот здесь скобочки чтобы было понятно что вот это запятая обозначает колярный произведение тогда преобразованием Лежандра называется функцией f давайте функцией f называется функцией векторного переменного p определяемое аналогично то есть g от p равняется f от p p от x ой извините x от p конечно такое что у нас вот это значение x от p соответствует максимуму нашей функции f от p x по всем x где сейчас нет конечно f от p x конечно напишем что это это у нас конечно скалярно p на x минус f от x ну а p в данном случае это у нас df по dx конечно ну и повторяя все рассуждения которые для случая одного x мы получаем неравенство юнга ну и аналогично инвалютивность соответствующего преобразования функции n переменных наконец то ради чего мы рассматривали преобразование лежандра это уравнение гамильтона или иногда их называют каноническими уравнениями уравнения гамильтона что мы соответственно в этом разделе главное хотим мы хотим так как мы для лагранжиана исходя из соответствующего вариационного принципа увидели что уравнение механики ньютона следует как экстремали функционала действия то мы хотим построить некую более удобную для анализа картину как потом выяснится этому есть некие геометрические причины содержащиеся в симпликтической геометрии которые эквивалентны нашей системе n уравнений второго порядка и носят они как раз название уравнений гамильтона то есть мы совершаем преобразование лежандра над функцией лагранжа рассматривая ее как переменные от q с точкой то есть от n аргументов q1 с точкой q2 с точкой и так далее qn с точкой и получаем из n уравнений лагранжа с помощью преобразования лежандра можем перейти к 2n это вот второго порядка второго порядка 2n уравнений первого порядка уравнения гамильтона что это фактически вот префейс то есть грубо говоря что мы будем делать мы рассмотрели свое преобразование лежандра теперь мы от функции лагранжа хотим перейти к другой функции так что это нам позволит сэкономить порядок уравнений на самом деле ничего не меняется конечно уравнений второго порядка и 2n первого порядка они с какой-то точки зрения эквивалентны но предоставляют нам некоторые преимущества все равно второго порядка n уравнений лагранжа с помощью преобразования лежандра мы хотим функцию лагранжа перейти к функции гамильтона который позволит записать 2n уравнений первого порядка который называется каноническим эквивалентность уравнений лагранжа и гамильтона рассмотрим систему уравнений лагранжа которые будут следующим образом p с точкой ну то есть это d по dt а dl по dq с точкой мы уже помним что это вообще на импульс равняется dl по dq и p это dl по d кус точкой зададим функцию лагранжа ну или считаем что она задана чтобы конечно уравнение какой-то смысл обрели которое у нас как мы помним вот это вот декартово произведение отображает в р и предполагаем вот это вот существенно ее выпуклой по кусточкой ну то есть если q и точку и t зафиксируем то вот тогда у нас фактически это функции n переменных откус с точкой да и мы считаем ее выпуклой тогда справедлива теорема система уравнений лагранжа эквивалентна системе 2n уравнений первого порядка уравнений галиментона которые имеют вид p с точкой равняется минус d а по d q а q с точкой равняется d а по d p естественно что опять это градиент просто по q и p ну то есть это каждый из штук n уравнений такого типа n уравнений такого типа где существует сейчас сейчас где я конечно что не сказал что q с точкой p с точкой вот здесь все без точек внизу по q по p да где h правильный вопрос Виктория задала от q p это у нас преобразование лежандра ну тут опять скалярное произведение давайте напишем минус l от q кусточкой t есть преобразование лежандра функции лагранжа как функции кусточкой от q Ку, Т. Слева, видите, вот оно. Ку, ку, с точкой, Т. Ку и Т у нас параметры как были, так и остались, а ку с точкой мы меняем на П. То есть у нас ку с точкой это Х в предыдущих рассуждениях. Хорошо. По определению преобразования Лежандра функции Лагранжа по ку с точкой есть А от П, есть П на ку с точкой. Ну давайте я просто вот опускаю скобочку и запятую, понимая, что это векторный аргумент просто скалярно умножен друг на друга. Минус Л от ку с точкой. Вот так. Лучше? Непонятно сейчас. Почему? А, во-первых, почему А на ку с точкой на аргумент? Ещё раз говорю, ку и Т давайте рассматривать как параметры. А они вот здесь и вот здесь одинаково. Как ку с точкой от П. Как ку с точкой от П. Как ку с точкой от П, иначе у нас получается зависимость от ку с точкой. Что, что? Когда ку с точкой от П. Сейчас. Вот смотрите. Мы же в преобразовании Лежандра, конечно же, имели в виду, что там при некоторых определённых условиях. Конечно же, у нас там была максимальность соответствующей функции, и мы должны из этой максимальности просто ку с точкой выразить как функцию П. Там это было икс от П. После этого подставляем в это преобразование, получаем то, что нужно. Ну, то есть надо просто взять и посмотреть ещё раз на это всё. в которой, я просто не дописал ещё, ку с точкой выражено через П согласно выражению П равняется ДЛ от ку с точкой по Д ку с точкой. и которая зависит от ку и Т как от параметров. Я стараюсь, чтобы у вас всё на доску попадало, поэтому я много слов пишу, но надеюсь, что вы потом зато можете воспроизвести всё спокойно. Эта функция называется функцией Гамильтона нашей системы или Гамильтониана. Мы должны убедиться, что уравнение Гамильтона, если мы преобразование Лежандра функции Лагранжа по ку с точкой рассматриваем, то с помощью этой функции H мы можем перейти вот к таким уравнениям. Для этого рассмотрим полный дифференциал функции Гамильтона. Полный дифференциал и ЦИГМИЛТА Это у нас есть ДН, равное частное производное по П на ДП плюс частное производное по Ку на ДКу и плюс частное производное по времени на ДТ. Этот же дифференциал должен быть согласно нашему с вами выражению, которое определяет преобразование Лежандра, должен быть полным дифференциалом от правой части этого выражения. Он равен полному дифференциалу под П кусточкой минус Л при П равном ДЛ под Э кусточкой. Конечно. У нас есть связь между переменными и двойственными. Давайте это напишем. ДН это у нас что такое производное по ДП. Это у нас кусточкой на ДП, потому что у нас в Лагранжиане мы тоже П через кусточки заменяем после этого. Минус ДЛ по ДКу на ДКу ну и минус ДЛ по ДТ на ДТ. Ну и при соответствующих дифференциалах наших переменных должны выражения совпадать, откуда мы получаем. Оба выражения совпадают. и отсюда мы получаем что кусточкой равняется ДН по ДП далее ДН по ДКу равняется минус ДЛ по ДКу как собственно и стоило ожидать и ДН по ДТ равняется минус ДЛ по ДТ. Наконец принимая во внимание уравнение Лагранжа П с точкой равняется ДЛ по ДКу мы наконец получаем уравнение Гамильтона. Кусточкой ДН по ДП П с точкой минус ДН по ДКу Так ребят давайте мы все-таки закончим с дифференцированием можем перерывы хорошо у вас на бумаге у меня тоже если Куа Т удовлетворяет уравнением Лагранжа то это значит что Куа Т П удовлетворяет уравнением Гамильтона Ну и обратно можно показать аналогично Обратно рассуждаем аналогично Ну то есть нам необходимо преобразование Лежандра в обратную сторону совершить то есть исходим мы из уравнений Гамильтона у нас есть связь между функцией Гамильтона и обратным преобразованием от нее ну то есть преобразованием Лежандра когда мы П в кусточки превращаем преобразованием Лежандра функции Гамильтона по П будет функция Лагранжа ну и в результате вспоминая что П это ДЛ под и кусточкой мы получаем уравнение Лагранжа таким образом наша с вами система уравнений эквивалентна ну и второй важный пункт к сожалению я вот так не хронологически иду и вот мы соответственно ту доску закончили рассуждали и следующий фрагмент рассмотрим соотношение между функцией Гамильтона и энергией ну те кто заглядывает вперед понимает что это одно и то же в определенном случае пусть уравнение одно последнее замечание перед тем как пуститься вот в это рассуждение на самом деле вот здесь мы с вами кроме вот этой связи между П и ДЛ под и кусточкой никоим образом здесь не опирались на то что мы механические какие-то рассуждения проводим поэтому если у нас Лагранжиан это ядро некого функционала которым мы минимизируем посредством уравнения Элера Лагранжа то с помощью преобразования Лежандра мы можем эквивалентно получить экстремали соответствующего функционала но уже теперь в пространстве купе фазовом с помощью решения уравнения Гамильтона то есть мы не знаем какое Л и не знаем какое H знаем только что они связаны преобразованием Лежандра то есть вариационные задачи могут быть таким образом на этих двух языках эквивалентно сформулированы а теперь все-таки давайте вернемся к механике то есть для механики функция Гамильтона по сути дела дает выражение для энергии и нам сразу получает некий новый первый интеграл но не очень новый естественно в консервативных системах или потенциальных конечно мы же и так этого ожидаем но тем не менее пускай у нас уравнения имеют механический смысл и тогда мы конечно же помним что Л это есть Т-У где это кинетическая энергия нашей системы и потенциальная энергия то есть сил потенциальных тогда Т это у нас квадратичная форма по ку с точкой такая что это у нас просто одна вторая сумма А и Ж уитая с точкой кужитая с точкой и Ж такая что у нас матрица это квадратичная форма симметрическая и У есть просто функция от наших позиционных координат тогда справедлива теорема при сделанных предположениях функция Гамильтона H есть полная энергия наша система это легко показать с помощью теоремы об однородной функции теоремы Элера пользуемся мы только тем что у нас кинетическая энергия является квадратичной формы по обобщенным скоростям а больше ничего это легко рассуждение провести давайте мы это сделаем давайте я чтобы было место у меня больше вот это сотру вы же записали может да да нам здоровье прежде всего лучше пускай мы немножко вспотеем чем кто-то заболеет так что у нас на носу осень не хочется чтобы вы пропускали занятия из-за этой причины итак мы используем следующую лему значение квадратичной функции f от x и ее преобразование или жанра совпадают в соответствующих точках совпадают что лем от значения квадратичной формы f от x и ее преобразование или жанра g от p в соответствующей точке совпадают то есть f от x равняется g от p рассуждение по теории Мейлера об однородной функции что что я пишу df по dx на x равняется 2 f от x то есть квадратичная формула у нас это функция однородности 2 степень однородности 2 тогда теория Мейлера говорит что опять это у нас конечно скалярное произведение хорошо ну и отсюда следует что у нас g от p от x ну это же у нас по определению p от x минус f от x f от x это у нас однородная функция а простите p что у нас такое это же у нас df по dx на x да минус f от x давайте мы здесь тоже поставим вот так скобочки это у нас 2f от x минус f от x равняется f от x потому что это у нас вспоминаем только что f от p x это xp минус f от x ну и это у нас конечно же опять p это f штрих хорошо ну и тогда мы в теореме рассуждаем так это у нас доказать в теореме рассуждаем точно так же потому что у нас кинетическая энергия это квадратичная форма поэтому естественно аналогично абсолютно мгновенно все то же самое получаем куст точку минус l равняется извините возьму побольше кусочек равняется так это у нас dl под и кусточку ну давайте вначале полное рассуждение мы проведем минус l это у нас что такое d t минус u под кусточкой кусточкой минус l естественно это у нас от кусточки не зависит а t это квадратичная форма будет 2t минус t минус u t плюс u конец рассуждения что еще раз я l подставил t минус u а вот переход следующий почему это 2t потому что вот это теорема об однородной функции вот этого нет dt под и кусточкой на кусточкой квадратичная форма это функция степени однородности 2 значит это 2t ну то же самое только f все понятно а тут l просто раскрыли как t минус u одно t сократилось отлично ну и первое следствие справедливое равенство dh по dt равняется dh по dt частное и поэтому для функции давайте просто ашу верниться ашу пку то есть для автономных гамильтоньянов выполняется закон сохранения функции гамильтона что нет это отдельное утверждение я говорю что вот справедливо вот это равенство и если таким образом у нас функция от времени не зависит то есть dh по dt вот это равно нулю значит dh по dt выполняется закон сохранения это разное это не одно из другого естественно рассуждение значит ну то есть давайте я так аж напишу все-таки до конца равняется констант рассмотрим давайте вдоль траектории в силу уравнений гамильтона рассмотрим изменения h dh по dt dh по dt dh по dt полная производная это у нас dh по dt это у нас и плюс dh по dt на q с точкой и плюс dh по dt теперь давайте мы вспомним что dh по dt это у нас q с точкой а dh по dt это минус p с точкой поэтому первое и второе слагаемое сокращаются ну а отсюда мы моментально получаем конечно что в случае автономного гамильтониана полная производная по времени 0 значит это констант а тут мы даже не утверждали что лима внутри не было наконец очень полезное очень полезное рассуждение повторяющие дословно только что рассмотренные пункты уравнения хлагранжа когда у нас была циклическая переменная но тем не менее мы там получим некую достаточно важную теорему которая по сути указывает суть преобразования рауса или редукции по раусу то есть как если есть циклическая переменная понизить порядок системы мы на следующем вот этом двух паре перекосим потому что у нас там будет меньше чем лекция мы сделаем там полтора семинара хорошо то есть ответим на вопрос сегодня разберем те задачи которые запланированы если что-то останется то мы соответственно на следующем семинаре догоним значит мы опять же с вами вспоминаем что при рассмотрении задач в центральном поле у нас была переменная от которой ничего не зависело это угловая переменная вслед за ней циклические переменные появляются оказывается что это приводит к существованию новых сохраняющихся величин первых интегралов ну и определение значит в куито не входящее в гамильтониан значит ку давайте ку-1 пускай будет для определенности это неважно мы их перенумеровать всегда можем значит это п-1 п-2 п-н ку-2 ку-1 так что dh по d-1 равняется 0 называется циклической да-да-да-да-да-да то есть тогда когда производная по ней 0 это циклическая координата она не входит при этом и в лаганжиан естественно мы можем этом убедиться с помощью преобразования легендра и тогда из уравнений гамильтона мы можем вследствие 2 важнейшее получить пусть ку-1 циклическая тогда p-1 это первый интеграл уравнений и при этом остальные координаты со временем эволюционируют таким образом изменяются так же как в системе с n-1 координаты независимы и с гамильтонианом hp2pn q2 qn и здесь t и c циник параметр зависящим от q1 ой от p1 извините как параметр c то есть мы исходный гамильтониан можем просто в нем p1 заменить на c и получается что у нас у системы 2n-2 уравнений как только мы их интегрируем то получаем примитивнейшее уравнение на q1 с точкой его интегрируем получаем ответ даже непонятно у нас был в начале n независимых координат и n соответствующих импульсов двойственных и время 2n плюс 1 переменных теперь если q1 не входит в гамильтониан циклическое то значит у нее существует первый интеграл p1 и вот в этой функции у нас p1 вдоль траектории не меняется и тогда мы можем из 2n уравнений оставить только 2n-2 редукция по раусу что что да 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 конечно это то же самое все только единственное что в дифурах мы с помощью одного интеграла на одну степень на одно уравнение понижаем а тут на 2 потому что в силу того что гамильтонова структура ну давайте рассуждение то тут все проще простого давайте п штрих заменим на такой вектор p2 pn а q штрих это q2 qn ну тогда у нас система гамильтона q штрих с точкой равняется минус dhpdp штрих просто без минуса извините dhpdp штрих а p штрих с точкой минус dhpdq штрих вот этих уравнений у нас 2n-2 и к ним остается два уравнения q1 равняется dhpdp1 с точкой и p1 с точкой равняется нулю ну dhpdq1 ну dhpdq1 поэтому p1 это c тогда если мы проинтегрируем все выражения сюда подставим вот в эту функцию гамильтона потому что dhpdq1 равно 0 это из уравнений гамильтона просто первая пара и тогда у нас вот это выражение когда мы по p1 продифференцируем это же констант просто продифференцируем получим функцию куда вот эти вот после разрешения этих 2n-2 уравнений известные функции подставятся и получится просто уравнение первого порядка q1 с точкой равняется f от t известная оно интегрируется тут же и ответ dhpdp1 вот здесь это вектор вот они определены p штрих и q штрих p1 и q1 это уже отдельные отщепленные переменные ну и совсем простое простое следствие я его не буду записывать в системе с двумя степенями свободы если есть циклическая переменная она интегрируема потому что у нас есть один циклический интеграл исключаем получаем дифференциальное уравнение первой степени в системе с двумя независимыми переменными q1 и q2 если есть циклическая переменная то уравнение интегрируем гамильтонова рассуждение смотрите Следствие 2.